В эфире программа «Достоверно». Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Исправная вентиляционная система. Основа безопасной работы газоиспользующего оборудования. Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов. Ее периодичность. Право на проведение работ. Газовые плиты. Газовые отопительные котлы. Водогрейные газовые колонки. Современный выбор большинства в сторону комфорта и удобства. За этим выбором, однако, не всегда стоит четкое осознание того, что несоблюдение требований по эксплуатации газоиспользующего оборудования может лишить самого дорогого – жизни. Важнейший информационный пласт по теме раскроем вместе с начальником производственно-технического отдела аппарата управления унитарного предприятия «Витебскоболгаз» Маратом Николаевичем Цалко. Здравствуйте, Марат Николаевич. Здравствуйте, Кристина. Марат Николаевич, одним из важнейших требований при эксплуатации любого газоиспользующего оборудования является наличие исправной вентиляционной системы. Расскажите, пожалуйста, чем это обусловлено? Так же, как для жизнедеятельности человека необходимо создание нормального воздухообмена помещения, так и для работы газоиспользующего оборудования необходимо постоянное поступление воздуха на горение и отведение продуктов его сгорания. Кроме того, при определенных концентрациях природного газа, которое в совокупности обстоятельств может привести к взрыву, пожару и другим последствиям, нахождение человека в помещении с такой концентрацией газа приводит к его удушью, потому как газ обладает свойством вытеснять кислород из воздуха помещения. Работоспособная система вентиляции в этом случае снижает риск возникновения таких ситуаций или вовсе его исключает. При эксплуатации отопительного и водогрейного газового оборудования огромное значение имеет также работоспособность системы дымоудаления, так называемых дымоходов, которые способствуют отведению продуктов сгорания от газоиспользующего оборудования, таких как угарный газ и углекислый газ. Угарный газ очень коварен сам по себе, он не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Это очень опасное для организма человека газообразное соединение. Концентрация угарного газа в помещении всего 0,32%, и уже у человека может наблюдаться такое состояние, как паралич или потеря сознания. При воздействии такой концентрации угарного газа в течение 25-30 минут на человека в помещении может вызвать самые плачевные последствия, вплоть до смертельного исхода. Давайте сейчас мы обратимся к статистике. Согласно статистике, в 2019 году в республике было зарегистрировано 9 происшествий при пользовании газом в быту. В 2020 году также было 9 происшествий. Среди них есть и случаи сильного отравления угарным газом, связанные с отсутствием тяги в дымоходе газовой колонки. Жильцы квартиры были госпитализированы, но обошлось без жертв. Но уже весной этого года подобный случай произошел в Минске, и, к сожалению, его исход стал смертельным. Из-за отравления угарным газом при пользовании газовой колонкой погибла супружеская пара. Марат Николаевич, что нужно делать, чтобы не допустить таких случаев? Чтобы избежать таких случаев, обезопасить себя, свою семью и окружающих, необходимо соблюдать правила пользования газом в быту, согласно которым все дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке и прочистке. Дымовые каналы от отопительного газового оборудования, независимо от материала, из которого они изготовлены, должны проверяться не реже одного раза в год перед началом отопительного сезона. Периодичность проверки дымовых каналов от проточных газовых водонагревателей уже зависит от материала, из которого они изготовлены. Так, для кирпичных дымоходов срок проверки составляет не реже одного раза в квартал. Для асбестоцементных, стальных, из жаростойкого бетона и других разрешенных применению дымоходов этот срок установлен не реже одного раза в год. Также хочу обратить внимание, что в зимнее время при резких понижениях температуры в целях исключения обмерзания и последующей закупорки дымоходов необходимо их своевременно осматривать и при необходимости прочищать. Это нужно делать не реже одного раза в месяц. Хорошо, давайте теперь выясним, кто должен следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов и кто проводит их проверку. Контроль за техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов должен осуществляться собственниками жилых помещений или потребителями. И это если касается одноквартирных и блокированных жилых домов. В случае с многоквартирными жилыми домами эта обязанность возлагается на организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда или предоставляющую жилищные коммунальные услуги. При этом следует отметить, что первичная проверка дымовых и вентиляционных каналов до пуска газа должна производиться именно специализированными организациями. Дальнейшие проверки периодически в процессе эксплуатации могут проводиться также и собственниками, и потребителями, которые прошли обучение в установленном порядке, получили подтверждающие документы и могут заниматься такой деятельностью. Давайте сразу внесем ясность, какие организации относятся к специализированным. Специализированные организации — это те организации, выполнение работ по проверке технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, в которых являются одним из аккредитованных видов деятельности. То есть у этой организации имеется определенный штат работников, которые прошли соответствующее обучение, имеются все необходимое оборудование и материалы, включая испытательную лабораторию, для занятия таковой деятельностью. Среди многочисленных специализированных организаций по городу Витебску и Витебску области можно выделить такую организацию, как Белорусское добровольное пожарное общество. Это специализированная организация, которая занимается проверкой технического состояния дымовых и вентиляционных каналов и имеет филиалы в таких городах, как Витебск, Полоцк, Орша, Глубоко, Поставы. Витебское предприятие противопожарных работ обращает внимание жителей города Витебска и области на необходимость своевременной проверки газоведканалов. Сохранение человеческой жизни и безопасные условия для проживания граждан — главная задача специалистов Витебска и предприятия противопожарных работ. С целью дополнительной информативности населения и учитывая ранее ряд произошедших случаев с летальным исходом при эксплуатации газовых котельных частных домовладений, существует ряд актуальных проблем, которые стоит обратить внимание в наступающий отопительный сезон. В частности, хотим обратить внимание на устройства и функционированные системы вентиляционных газовых котлов в период их эксплуатации. Просим граждан помнить и учитывать те факторы, при которых продукты горения технически неисправных вентиляционных каналов, в том числе и угарный газ, легко скупают в реакцию с демоглобином человека, ведь при увеличении его даже в небольших количествах может наступить летальный исход. Перед началом проведения измерений обращаем внимание, чтобы к вентиляционным каналам не был затруднен доступ, и они соответствовали техническим требованиям. Измерения скорости движения воздушного потока проводят при помощи специального прибора – термоанимометра, демонстрация прибора и его функций на мобильном телефоне. Если есть отклонения в показаниях, то необходим более детальный осмотр и соответствующая чистка системы. На сегодняшний день у нас 30 заявок. Из них 6 несоответствующих норм. Благодаря ответственности граждан соответствующие нарушения работы вентиляционной системы будут вовремя устранены. Периодичность проведения контроля системы газоведканалов составляет не реже одного раза в год. По результатам измерений оформляются соответствующие протоколы. Так как у нас очень большая семья, у нас трое детей, поэтому газовое оборудование мы стараемся проверять всегда по регламенту и согласно технических условий. То есть каждый год у нас обслуживается газовый котел, делается соответствующий, тоже составляется акт и передается в газовую службу. Также мы перед началом отопительного сезона каждый год проверяем вентканалы на пропускную способность воздуха. Стараемся всегда соблюдать, потому что это безопасность, это наша жизнь, жизнь наших детей, наше здоровье. Пройти обучение по соответствующей программе с получением всех необходимых подтверждающих документов можно в Государственном институте повышения квалификации и переподготовки кадров. Газоинститут он называется. Филиалы газоинститута имеются в таких городах, как Витебск, Орша и Полоцк. Значит, помимо обучения необходимо помнить о том, что результаты проведения периодических проверок дымоходов и вентиляционных каналов должны отмечаться в специальном журнале. Он так и называется. Журнал учета периодичности проверки дымовых и вентиляционных каналов. Есть ли некий мониторинг в этой связи? Ведь мы прекрасно понимаем, что даже при хорошем уровне информированности населения случаи игнорирования необходимости прочистки дымовых и вентиляционных каналов существуют. Совершенно верно. Соответствующий мониторинг в обязательном порядке проводится газоснабжающими организациями, министерством чрезвычайных ситуаций и органами Госэнергогазнадзора. При выявлении случаев отсутствия актов специализированных организаций о проверке дымоходов и вентиляционных каналов или же отсутствия записи о проведении в журнале учета повторных проверок дымоходов и вентиляционных каналов, газоснабжающая организация имеет право прекратить газоснабжение потребителей, обязательно уведомив при этом потребителей самих, а также органы Госэнергогазнадзора. Существуют ли какие-то меры ответственности в случае таких нарушений? Меры ответственности, безусловно, существуют. Согласно части 1 статьи 21.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, несоблюдение периодичности проверки дымовых и вентиляционных каналов увеличит наложение штрафа до 10 базовых величин. Спасибо вам, Мират Николаевич, за полезные разъяснения. Рад помочь. Спасибо за эфир. Незнание правил, так же, как и незнание законов, не освобождает от ответственности. Требования по эксплуатации газоиспользующего оборудования устанавливаются правилами пользования газом в быту, утвержденными постановлением Совета министров Республики Беларусь. Обязательное знакомство с ними однократно, а использование ежедневно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова